Добрый день! На библейский канал Экзегет поступил следующий вопрос. Каковы особенности пастырского служения военного священца? Ну, здесь следует, конечно, сказать, что есть особенности, наверное, состояния самого священника и тех условий, в которых он выполняет эту деятельность. Но если говорить о первой части, то священник сам должен быть, что называется, на одной волне с этими военнослужащими. То есть он их должен понимать, он их должен чувствовать. Так же, как вот есть в народе такая поговорка, там, свояка видит издалека, да? Вот есть некоторые такие установки, которые на каком-то подсознательном уровне дают ответ на вопрос такой, свой-чужой. И если вот этот контакт есть, если эта связь установлена, то тогда работать священнику легче. Его военнослужащие воспринимает как своего, что называется, полуслова. Ну и священник понимает проблему, потому что он в теме, что называется, всех этих вопросов, в которые погружены эти военнослужащие. Ну, хотя бы часть из них, касающиеся их душевной жизни, ну и часто, часто даже жизни специальной, профильной. Поэтому священник должен владеть хотя бы какими-то навыками профессиональными того подразделения, в котором он служит. Он должен хотя бы понимать, что, какую задачу по предназначению выполняет та часть, в которой он несет свое священническое послушание, но и по факту находится на должности помощника командира или начальника этой части или какого-то подразделения или воинской части. Объективная сторона, как в этих условиях, замечая эту должность, священник должен, оставаясь священником, то есть не потеряв свое пастырское служение, пастырский облик, скажем так, в то же время стать своим для военнослужащих. Ну, нужно, конечно, отметить, что священник не должен увлечься воинской службой, потому что есть такой соблазн, то, что называется, с кем поведешься, да, в того и превратишься. И здесь, ну, нельзя священнику перейти определенную черту. У нас есть и в интернете множество всяких репортажей, когда священники бегают, стреляют, показывают с оружием. Все это священник может уметь и вообще должен иметь представление об этом, но не должен применять. Это не наша задача. Но для того, чтобы понимать, как вообще-то это работает, необходимо иметь определенную подготовленность. Для этого существует у нас система подготовки военно-духовенства и подобные курсы. Ну, в общем, и практика жизни, в общем-то. Следующий момент. Священник выполняет свою профессиональную уже в данном случае деятельность, и как священника, и в частности, как военного, в различных условиях, отличных от служения на приходах. Вследствие этого должна быть определенная и форма одежды, которая не препятствует, а наоборот способствует выполнению этих задач. Ну, вот в качестве иллюстрации. Если священник, ну, в обычном священническом облачении, в рясе, а если монашествующий в клобуке, появится на полигоне, ну, мало того, что ему там стоять будет, под напором ветра очень сложно, вот, ну, практически невозможно. Он будет весь там в грязи, если особо в период времени, да, там, или в пыли, ну, что, в общем-то, тоже нежелательно, мягко сказать. Но за этим стоит еще более важный фактор. В полевых условиях есть необходимость маскировки. Для этого есть полевая форма военнослужащих. Для того, чтобы не демаскировать военнослужащих, священник должен быть также слит с этим ландшафтом. То есть, если он будет в черной рясе стоять, то он будет сигнализировать, создавать сигнал противнику, что находится не только он, но находится здесь какое-то подразделение военнослужащих. Более того, в современных условиях снайпер бьет, ну, до 10 километров. Поэтому для него священник, ну, знаем мы по чеченской компании, гонорар за попа, как они называли, порядка 10 тысяч долларов. Ну, это называется шоколадка. Поэтому не надо рисковать жизнью своей и жизнью того подразделения, которое тебе Господь верил. Священник не должен выделяться из, соответственно, своего воинского коллектива, который замаскирован. Поэтому были разработаны, ну, такие перспективные образцы, скажем так, формы военного священника для служения в полевых условиях, на базе полевой военной формы и с учетом элементов облачения, то есть малое полевое облачение военнослужащего Епитрахиль-Поручей, ну и полное облачение с учетом как раз маскирирующих эффектов. Ну, кроме того, мы знаем, что есть так называемая корпоративная, что ли, этика, и есть так называемый дресс-код. Во всех серьезных компаниях, корпорациях есть определенный стиль одежды. Вот у наших военнослужащих он также есть. Он разделяется по цветам, по видам и принадлежности к видам войск. Скажем, сухопутные войска, они имеют темно-зеленую форму, космические войска темно-синюю, там, флот черную. Вот в этом ключе также есть разработки формы военного священника для повседневной носки. Какие отличительные особенности? Ну, кроме того, что цвет совпадает, есть еще наличие шевронов и нашивок, которые свидетельствуют о принадлежности этого священника к определенному виду, ну, и, соответственно, по отношению к роду войск. И с тем, что он является сотрудником Министерства обороны, если мы говорим о штатных военных священниках, и кто его звание, его фамилия, имя. Это очень важно также и для полевой формы, потому что если представить себе, что священник будет находиться, ну, возьмем наши южные регионы, и события, не так давно происходившие в тех краях, слава Богу, Господь привез мир на землю, но, тем не менее, если мы перенесемся в эти регионы, представьте себе, идет мужчина с бородой в полевой форме без знаков различия. Кто он? Вопрос. Ну, я думаю, что совсем не в первую очередь последует ответ, что это православный батюшка гуляет по полигону. Скорее всего, подумает, что это какой-то террорист. И вот он может стать мишенью просто даже для своих. Поэтому вот есть необходимость, поскольку мы говорим об особенностях служения, и даже с точки зрения формы одежды. Первое, конечно, это его внутреннее состояние, то есть он должен быть вместе, все называется, на связи, на духовном уровне, на связи со своей пастой, с подчиненными, с военнослужащими. И с точки зрения такой объективной, то есть должен быть инкорпорирован, что называется, в эту среду. Второй момент. Священник совершает свою деятельность очень часто, ну, по своему призванию в данном случае, военный священник. И в случае ведения учебно-боевых или боевых действий, потому что наши священники присутствуют и в тех местах, где реально стреляют. Поэтому священник должен обладать тем навыком, которым не каждый священник на приходе должен обладать. То есть оказание и медицинской помощи, управление транспортными средствами. То есть в случае необходимости он должен, может, даже на танке, здесь увезти раненого с поля боя, если вдруг такая будет необходимость. Не обязательно, но тем не менее. На БТР, на любом другом транспортном средстве. Дальше. В экстремальных условиях священник должен поисповедовать, если в этом есть необходимость. Крестить, если вдруг такая необходимость есть. Бывают случаи критические, что человек практически на смертном адре хочет принять христианство, он видит, что Господь его призывает сейчас, и он готов. И причастить святых христовых таинств. Для этого есть определенная, ну, как бы необходимость с точки зрения укомплектованности священника. У нас есть тревожный, так называемый, рюкзак, который в комплект входит все то, что необходимо священнику в случае пребывания в таких полевых условиях. Кроме того, ну, понятно, что на полигонах мы храмы, и даже не в каждой воинской части мы можем построить храм. Поэтому по поручению замминистра обороны я тоже принимал участие в разработке храма на базе КАМАЗа. Храм, который самостоятельный, автономный модуль, разворачивается в полевых условиях с полным комплектом всего необходимого для совершения богослужений. Также есть разработанный храм, который разворачивается на базе военной палатки. Он укомплектовывается баннерами, иконами и всем остальным в стиле главного храма. Ну и первый, конечно, и второй в стиле главного храма Вооруженных сил Российской Федерации сделан. Ну и следующая разработка у нас также планируется на более легких транспортных средствах. Все это для того, чтобы мы могли организовывать работу военного священника в любых условиях. Есть также корабельные храмы. Ну там как бы все понятно, это стационарно, и там никуда перемещаться не нужно. Есть необходимость для совершения богослужений и в поездах. У нас есть железнодорожные войска, которые, в общем-то, перемещаются на тысячи километров, и с ними также должен находиться священник. По каноническим правилам священник на территории другой епархии не может без благословения правящего архиерея совершать священодействие, совершать литургию и тому подобное. То есть, ну, есть определенные ограничения. Поэтому, исторически еще, до нашей революции, когда у нас был институт военного духовенства, эти священники, они были в отдельном ведомстве. И они, соответственно, выполняли свою службу не по территориальному принципу, а по принципу паства. Где находится паства, там находится и священник. Поэтому у нас были полковые священники, корабельные священники, ну и тому подобное. То есть, немножко другая специфика несения Слова Божия тем же самым людям, которые сегодня военнослужащие, а завтра не военнослужащие. Но применительно к этим обстоятельствам их жизни нужно использовать и те механизмы, и те навыки, которые в данный момент должны быть применены. Слова Божия